У вас есть проблема? У нас есть решение! Инспекторы ДПС против водителей. Какие требования гаишников являются законными и на какие действия инспекторов вы вправе подать жалобу? Не пройти, не проехать. Кто отвечает за ямы на дорогах и куда обращаться, если путь домой напоминает разбитую бомбежкой дорогу? Ненавязчивый взмах руки вас остановил инспектор ГИБДД. Чуть-чуть автомобилиста подсказывает, полосатый жезл – плохая примета. Сегодня я расскажу, какие основания для остановки считаются законными, как разговаривать с инспектором, если вы с ним не согласны и что делать, если вас попросили проехать на медосвидетельствование. При остановке инспектором ДПС в первую очередь необходимо убедиться в безопасности маневра, включить сигнал поворота, включить сигнал аварийной остановки в случае, если остановка в этом месте запрещена. Оснований для остановки транспортных средств много, но в основном для обычной проверки документов. И если раньше останавливать авто могли только на стационарных мостах ДПС, то с 2017 года правила изменились. И сейчас вас остановить могут где угодно. Итак, в первую очередь включите камеру на сотовом телефоне, видеорегистратор, диктофон, любое средство записи. Сотрудник ГИБДД обязан представиться, сообщить все свои данные. На груди инспектора должен быть специальный жетон. Такая скрупулезность необходима для того, чтобы инспектор понял, что вы юридически грамотны и записали его данные. Теперь он будет гораздо более сдержан и вежлив. Попросите ГИБДД предоставить его удостоверение. Это может избавить вас от многих проблем в дальнейшем. В чем не согласен? Я не понимаю. Я не согласен с вменяемым мне нарушением. Тогда ограничили установленную скорость на участке 50 км. Да, я ехал с этой скоростью. С той, которая там. Матар-то показывает другое. Значит, мы будем по месту моего жительства в группе разбора смотреть, выяснять. Было нарушение, не было. А вы первым южным решением конституционного суда знаете? Я все решения знаю. Поверьте, вот посмотрите. Я с этим работаю очень-очень давно. Молодцы, молодцы. Я не против, если вы знаете, не меньше нашего. Дело в том, что с 1 июня 2009 года решение конституционного суда. Разбор по месту совершения административного правонарушения. Ну, делайте. А я буду вот этим вот кодексом. Вот здесь вот есть протокол административного правонарушения. Он составляется в тех случаях, когда я не согласен с правонарушением. Составляйте протокол. Я его подпишу. Идти для этого в машину я не обязан. Здесь никто. Вас попросили, не пошли. Ради бога. Мы сами пришли. Я просто пришел побеседовать с вами. Так как старший снаряд, в связи с тем, что камеру включили, что ли, самая? Всегда снимаю, да. В связи с тем, что помимо как-то этих юридических документов, ведь есть еще человеческое, ну, какое-то... Ой, не надо мне, пожалуйста. Пожалуйста, не надо мне человеческое. Я не учу вас на рабочее, держите. Да, вот так и тем. Вопреки советам в интернете, водительское удостоверение, регистрационные документы на транспортное средство и полис ОСАГО вы обязаны отдавать в руки инспектору. А вот садиться в машину на ряда для составления протокола не обязательно. Если с документами все в порядке, вас отпустят с миром. Если чего-то не хватает, готовьтесь к неприятностям. При выявлении нарушений, связанных с обязанностью при себе иметь все документы, сотрудниками полиции применяются меры к установлению личности водителя, в том числе посредством обращения к автоматизированным учетам и федеральным информационным системам. Но это не означает, что можно пренебрегать правилами и управлять транспортным средством без документов. Таким образом, за отсутствие одного из документов водителю грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей, а также эвакуация транспортного средства на штрафстоянку. Если вам повезет, инспектор вас отпустит, но это будет незаконно. Еще один вариант развития событий – вас просят проехать на медосвидетельствование. Такая ситуация буквально на днях произошла со мной и моим другом, который был за рулем. Инспектор ДПС что-то невнятно произнес про цвет лица и предложил проехать водителю в известном направлении. За 3,5 часа проведенных в ожидании я успела немного изучить КОАП. Итак, основанием для проведения медосвидетельствования является запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, шаткость походки, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, расширенные зрачки, агрессивное поведение. Медицинское освидетельствование не проводится сразу после того, как инспектор остановил автомобиль. Этой процедуре предшествует отстранение водителя от транспортного средства, то есть составление протокола об отстранении, и первичное освидетельствование – продув полкотестер, который помогает проверить наличие или отсутствие состояния опьянения. Исключительно по результатам первичной проверки инспектор ГИБДД сможет отправить автомобилиста в медицинское учреждение для дальнейшего освидетельствования. Современные алкотестеры, способные определить наличие алкоголя, есть абсолютно у всех экипажей ДПС. Однако первичная продувка может показать нежелательный результат. Например, если вы с утра попили кефир или выпили спиртосодержащее лекарство. Тогда придется ехать в КНД. Но первичная продувка – обязательно. Так как остановивший нас экипаж ДПС пренебрег этими правилами, я написала жалобу на некого инспектора ГИБДД по городу Владивостоку Мальцева, который отвез моего водителя на медосвидетельствование. Сделать это можно разными путями, и я расскажу, как сделать это по-простому. Первым делом нужно зайти на сайт госавтоинспекции, найти раздел «Направить обращение» и перейти по ссылке. Формируем жалобу. В своем обращении нужно заполнить все поля с персональными данными и подробно рассказать обстоятельства дела, с которыми вы, собственно говоря, и обращаетесь. Прикрепите все документы, результаты медосвидетельствования, фото и видеозапись, если таковые имеются. Если по результатам проверки по обращению будет установлено нарушение законности со стороны сотрудника полиции, сотрудник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности с наложением дисциплинарного взыскания. Обжалование принятых инспектором решений по делам об административных правонарушениях производится в порядке установленным кодексом. Такая жалоба может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления и подлежит рассмотрению в 10-дневный срок со дня ее поступления. Подать жалобу можно и лично, приехав в отдел ГИБДД и написав заявление от руки, лично на имя начальника. Заявление необходимо написать в двух экземплярах, одно оставить секретарю. При этом попросите поставить на письме входящий номер и подпись. В случае, если ваше заявление затеряется, вы сможете предъявить второй экземпляр. Также можете отправить заявление заказным письмом. В этом случае вам необходимо сохранить квитанцию об оплате почтовых услуг. Жалоба рассматривается в 30-дневный срок. Кроме того, на всех автомобилях экипажей ДПС есть телефон горячей линии, по которому можно позвонить и выразить свое несогласие ситуации. В любом случае, лучше всего досконально знать положение КОАП и быть юридически подкованным человеком, чтобы общаться с сотрудником ГИБДД на равных. Итог моего случая. Жалоба находится все еще на рассмотрении, но к ней отнеслись с вниманием. А ко мне, как участнику дорожного движения, с уважением. Чего я вам желаю. Ямы размерами с кратер вулканов уже не первый год просуются по пути к зданию нашего холдинга. И такую картину можно наблюдать во многих дворах и внутриквартальных дорогах Владивостока. Я расскажу, что делать, чтобы в вашем дворе появился свежий асфальт. В первую очередь узнаем, в чьей собственности находится интересующий вас участок дороги. Для этого обращаемся к публичной кадастровой карте, о которой мы уже рассказывали в прошлых выпусках. Участок может принадлежать муниципалитету, организации, быть в частной собственности. Если участок принадлежит дому, как в нашем случае, обращаемся в управляющую компанию или ТСЖ. Ремонт будет производиться из тех средств, которые собирает управляйка или ТСЖ, на содержание многоэтажки и придомовой территории. Такие вопросы обсуждаются на общем собрании собственников жилья. Если участок дороги относится к городским улицам, его ремонтировать должны власти. Следует написать коллективное письмо в администрацию. Лучше всего сделать два экземпляра, один из которых останется у вас на руках. Также можно написать обращение в интернет-приемной, приложив все фото и видео, сделанные накануне. Желательно приложить карту с обозначенным участком дороги, которой требуется ремонт. На фотографиях желательно запечатлеть рядом стоящие дома с адресами. В том случае, если собственники или заинтересованные лица определились с назначением этой территории, с ведением, муниципальная эта территория или не муниципальная. Если муниципальная территория, безусловно, необходимо подготовить письменное обращение. Каждое письменное обращение регистрируется и учитывается в дальнейшей деятельности. После поступления обращения специалисты оценят территорию, сверят с той информацией, которой владеем мы. И поставим свои планы. После того, как вы заявили о себе, нужно набраться терпения и молиться, чтобы вашу территорию включили в список дворов, подлежащих ремонту. Составляются определенные списки, исходя из приоритетов, исходя из реального состояния дорожного полотна на том или ином участке, того или иного проезда или той или иной улицы. Кроме того, принимается во внимание, скажем так, социальная значимость, наличие путей общественного транспорта и иные мероприятия. К слову, частные лица не имеют права ремонтировать ямы самостоятельно. Необходимы определенные технологии, материалы и так далее. Если просто засыпать яму щебенкой, то она может вылетать из-под колес и повреждать авто других участников дорожного движения, а также нанести вред здоровью людей. Но и оставлять дорогу в разбитом состоянии – это не гражданская позиция. Так что давайте добиваться результатов вместе!